Потому что именно сейчас, неожиданно, никогда не угадайте, кто у нас в студии, да, щенячий патруль. Супер. Посмотрите, Наталья и Олега Колтуновы, да, заводчики золотистых ретриверов. Вы посмотрите, я впервые вижу вблизи, потому что я вижу, как правило, по телевизору, где-то они в фильмах участвуют, в рекламных каких-то роликах. Слишком рано, да, вас разбудили. Доброе утро. Доброе утро. И Олегу, который пришел в помощь, он говорит, я ничего говорить не буду. Да, да, пусть Наталья отдувается, но вы прекрасно, мило смотрите со щенком. Скажите, пожалуйста, вот я этих щенков вижу в рекламах всегда, в фильмах, почему-то их всегда выбирают. Они на самом деле такие миленькие, вот, или нет? Они на самом деле такие миленькие, и несмотря на то, что вот они вырастают крупными, они свою миловидность и такой характер не теряют со временем. То есть они с возрастом такими же остаются, они спокойные, любящие, очень добрые. Это очень семейная собака, особенно там, где еще и дети есть. Это будет прекрасный друг и прекрасная няня. Почему они зевают? Они утром тоже спать? Потому что... Серьезно? Я вот их сейчас очень хорошо понимаю, я так рано, редко встаю. Я думала, собаки вот в любой момент, рост и... Я не знаю, как другие собаки, наши собаки, спят столько, сколько спят хозяев. Все понятно. Все интересуются, как правило, какой у них характер, да? И вроде, я как слышал, вы сказали, что все зависит от того, какой будет хозяин, да? Как он будет воспитывать его, так он и будет. Вообще, в целом, у них характеры дружелюбные, добрый, ласковый, очень любящий. И у него всегда огромное желание вам что-то принести, подать, как-то угодить. А что касается поведения собак, тут все зависит только от хозяина. Ну, смотрите, если вы решили, например, сделать из него защитника и охранника. Никогда ретривер не будет ни защитником, ни охранником. Он настолько любит людей. Он каждого человека воспринимает как хорошего. Он не будет защищать и охранять. Его вообще основная задача вот этой породы, это охотничья порода. И выводили их, как охотничьих пород, собак. Поэтому эта собака будет, так называемая, подружейная. То есть она ходит под ружьем, рядом с хозяином. Ее задача принести дичь, которую подстрелила. Потом уже эту собаку стали использовать, например, в МЧС, как поисковика. Потому что очень хорошее у них обоняние, очень хорошее чутье. И как канистерапевты. То есть они собаки-компаньоны. Они очень богоприятно влияют на людей, которые имеют какие-то ограниченные возможности. То есть они могут быть хорошими помощниками. Какая у нас царит атмосфера. Вы только посмотрите. Два щеночка просто расслабились так хорошо. И голос убаюкивает их. Да, да, да. Да. Они по-разному все. А сколько им, скажите, вот это на сколько уже взрослые щенки? Это еще совсем маленькие щенки. Им всего 38 дней. А, понятно. Они еще даже не прошли актировку. И они еще не были отсмотрены руководителем клуба. Это все произойдет на следующей неделе. И после этого им ставятся прививки. Начинают ставиться. Выдаются щенячие, так сказать, паспорта. Документы. Документы, да. Восстые усы, вот мои документы, да? Нет, неправда. Тут должны быть настоящие документы. Ставится клеймо. И тогда они после этого могут уже уйти в ручки. Но я знаю, что дорогие вот эти щенки. Если покупать, то это вот сколько примерно? Вы знаете, тут на этот вопрос очень как-то вот тоже отвечать. Как говорится, вот когда спрашивают, сколько стоит ваш щенок, я сразу хочу спросить. А как вот, вцепить на вопрос, сколько стоит машина? А смотри, какая машина. Точно так же и здесь. Смотря какой щенок. И для какой цели он приобретается. Если он приобретается просто как пэт-щенок, то есть диванная собачка просто вот скрашивает твой быт, то это одна цена. Если это собака, допустим, шоу-класса, или это собака, которая пойдет работать как охотник, то есть, ну, то может, что другая цена, они отсматриваем, сейчас за ними наблюдаем, кто как себя будет вести. Наталья, как содержать? Вот, потому что им нужно пространство, они много бегают, они активные. Собака активная. Собака должна хорошо выгуливаться в течение дня, не один час. И это должна быть не просто прогулка и беготня, это должна быть работа. То есть, собака должна быть загружена мозгами. После этого она приходит домой, она ложится спать, ее не слышно, не видно, и на 2-3 часа. А если не гулять? А если не гулять, она разнесет всю квартиру. Ага, ну, потому что мы знаем про хаски, например, вот это, что им нужно бегать-бегать, а ретриверам тоже? Ретриверам тоже нужно бегать, но ретриверам самое главное не бегать. Ретриверам самое главное нагрузить голову. То есть, это отработать команды, какие-то дрессировочные трюки делать, то есть, чем больше собака занята, чем больше она думает, или если эта собака будет в дальнейшем охотницей, значит, она должна работать уже с натасками. То есть, она нагружается очень хорошо, мозг очень хорошо у нее загружается, и она потом после этого отдыхает очень долго. И она не разносит. Получается, очень идиллическая картинка какая-то. Но люди, которые смотрят, вот, скажут, ой, хочу вот давно. Многие же лабрадоры, ретриверы. Я согласна. Все это так няшно выглядит. О чем-то предупредить все-таки нужно. О чем предупредить нужно? Ну, любая собака, вообще любое живое существо, оно требует к себе, конечно, ответственного отношения. То есть, это должна быть хорошая корма, это должен быть хороший уход, потому что шерсть, значит, у ретривера, в общем-то, довольно длинная. То есть, их нужен груминг, нужен хороший уход, нужны витамины. Какого-то это постоянно? Не стрижка, достаточно просто регулярные промывки и прочесывания. Прогулки, это где-то даже наверняка это консультации с кинологами. То есть, но все это, в принципе, не так, чтобы прямо напрягало человека. То есть, все равно это все игра. Это же любимое существо. То есть, не жалеешь времени с этим заниматься? Как с ребенком. Мы же ребенка водим на секции. Да. Постоянно развиваемся. И его развиваемся сами. Так же и с ними. Это все уже, меняется немножко образ жизни, но он меняется в лучшую сторону. У вас когда-нибудь посещала мысль завести экзотических животных? То есть, мы сейчас как раз уже переходим к финалу нашего разговора, да? Думали про это? То есть, или вот как-то с детства сразу как-то не повелось? Если честно говоря, мне никогда не приходило. Мне все время как-то, я считала, что экзотическое животное, оно, наверное, должно все-таки жить там, где оно произошло изначально. Да, то есть, как-то нет. Экзотическое, что его, что под этим? Вот эти собаки, вот эти собаки не могут жить без человека. Я думаю, что хамелеон без человека вполне бы прожил в природе, совершенно спокойно. Все же живы, кстати. Да. Вот такие люди. А да, эти собаки должны быть, конечно. Поэтому я считаю, что более традиционные это собаки, кошки. Ой, мы вас благодарим за такое дело. Приехали, подняли всех. Кто-то спит до сих пор, не может проснуться. Так, Наталья и Олег Колтуновы, заводчики золотистых ретриеров. Вы только посмотрите. Вот на самом деле, подумайте несколько раз перед тем, как вы будете делать какой-то выбор, заводить кого-то. Очень важно, чтобы раз и навсегда взяли и вместе вот так вот. Собака берется раз и навсегда. То есть, она должна прожить с одним хозяином всю свою жизнь. Ну, это правильно. Сейчас мы сделаем блок «Полезная информация». Оставайтесь с нами и не забывайте, что у нас работает телефон прямого эфира, где можете рассказать про своих домашних животных. А если у вас есть экзотические, то тем более welcome.